Спасибо. Татьяна Сергеевна Армельева, президент Ассоциации Росохот Рыболов Союз. Я хочу поблагодарить организаторов этого форума, потому что надо отдать должное, во-первых, инициаторам этого форума. Организаторам всех площадок, всех субъектов, которые принимали этот форум. И хочу сказать, как человек, который крайне заинтересован в развитии охотничьего хозяйства страны и удовлетворении потребностей наших охотников в своем досуге. Это, наверное, впервые такая была нам предоставлена площадка, когда охота рассматривалась наравне с другими экономически более привлекательными для нашего государства отраслями, и когда охота звучала вне зависимости от того, как ее расценивает государство, или это развлечение, или экономика, или это традиции, или это блажь отдельных людей, как некоторые думают. И хочу сказать, что сегодня звучал очень интересный вывод, который, в общем-то, должен был пройти, наверное, лейтмотивом всех площадок. Это то, что охота на сегодняшний день, помимо того, что она может действительно реально давать и какой-то процент ВВП, но охота – это все-таки природоохранная деятельность. У нас в законе это зафиксирование, в законе об охране окружающей среды. И вот если мы будем охоту рассматривать еще и с этой стороны, то тогда значимость охоты и охотничьего хозяйства, и простых людей, которые на земле охотятся, она многократно возрастает. Что касается сегодняшнего нашего обсуждения, обсуждение было, как всегда, интересное, как всегда, дискуссионное и, как всегда, познавательное. Рассматривались вопросы и охотничьего надзора, и браконьерства, и производственные охотничьи надзоры рассматривались. Кроме того, у нас, опять же, как на всех площадках, был самый главный вопрос на сегодня поднят. Это вопрос учета и мониторинга. Не зная состояния наших ресурсов, мы не можем никуда прийти. Очень хороший доклад сделал доктор биологических наук Петр Иванович Данилов, за что ему отдельное спасибо. И благодаря дискуссии, которые связаны с этим докладом, мы, в общем-то, выяснили, что у нас на сегодняшний день абсолютно отсутствует система учетов. А если еще учесть, что у нас в 209 ФЗ вообще нет такого понятия, как учет охотничьего ресурса, ну нет, есть мониторинг. И получается какая-то парадоксальная ситуация, когда по данным мониторинга мы определяем квоты и лимиты изъятия. То есть абсурд. Мониторинг – это наблюдение, которое не может оперировать какими-то цифрами, какими-то показателями. И по результатам вот этого мониторинга мы вдруг начинаем определять, сколько квотируется изъятие какого-либо ресурса. Что касается платежей. На сегодняшний день, наверное, это как-то так семимильными шагами данный вопрос вышел на передовую. И причем эта передовая уже находится в схватке между органами прокуратуры, охотпользователями и субъектовыми органами. И здесь, может быть, прокуратура взяла за свою, так сказать, цель найти какой-то компромисс между пользователями и субъектовыми органами, которые раньше как-то противостояли друг другу, предположим. Потому что на сегодняшний день у нас есть упоминание некого годового сбора, который складывается из арендных платежей, годового сбора за пользование объектами животного мира, который мы и так платим. И нам определен и КБК по арендной плате, и КБК определен по годовому сбору. Однако несовершенство нашего законодательства позволило прокуратуре требовать с нас второго. Второй раз мы должны уплачивать этот сбор. А органы исполнительной власти обязаны их взыскивать. Мы написали везде и всюду. Все нам ответили, что министерство, что они не видят возможности взыскать этот сбор. Но на сегодняшний день та информация, которая есть у меня, в Саратовской области 36 исков, в Курганской области 45 исков. Куда мы вырулим, я не знаю. Но я хочу привести пример какой. Если речь идет о центральной части России, там суммы, конечно, может быть и небольшие, только за что платить опять же. А что касается Дальневосточного и Сибирского региона, то там квота из ГЭТИ позволяет второй раз с охот-пользователя взыскать, предположим, Красноармейский райзаготоходпром, который содержит рабочие места, которые комплексно используют лес. У него есть и побочка, у него есть и папоротник-орляк, и есть и пушнина, и есть и охота. И вот они должны второй раз заплатить почти 700 тысяч. То есть один раз они уже уплатили государство, уплати еще. Кроме того, сегодня поднимался опять вопрос о том, что у нас отсутствует терминология. Да я налью, налью, налью себе водички, спасибо. Вот, и эта терминология, вот предположим, у нас отсутствует понятие промысловой охоты. И вот это вот отсутствие понятия промысловой охоты позволяет налоговым органам требовать с нас уплату во все фонды социального страхования и другие отчисления, так, как будто мы ведем промысловую охоту. А там, извините меня, коэффициент совершенно другой. Он в несколько раз выше коэффициента того, если бы мы были прописаны, что мы ведем любительскую спортивную охоту. И вот из этих мелочей складывается понятие об охотничьем хозяйстве. Я еще хотела бы обратить внимание, сегодня это тоже звучало, звучало и на других площадках. Я как-то тут задалась вопросом посчитать, сколько же косвенно платежей мы обязаны всем. Лесникам по 200 тысяч штрафа, ветеринарам по 200 тысяч штрафа, пожарникам и так далее, и так далее, и тому подобное. И в результате у нас косвенных вот этих платежей, которые мы якобы должны делать, но никто не знает, как и что, и за что мы должны делать, мы набираем очень большие, так сказать, объемы. Поэтому мы все в судах и продолжаем в судах. И все это, конечно, свидетельствует о несовершенстве законодательства. Что касается гармонизации лесного и охотничьего хозяйства. Автор доклада уже отъехал, но я здесь поддержу Гееви в том, что можно сделать и такой вывод, что сегодняшнее сообщение прозвучало еще в силу того, что у нас отсутствует широкая информация о том, что происходит в законодательстве и в нормативных документах. Те вопросы, которые уже департамент леса в свое время решил, они не дошли до охотпользователей. И охотпользователи, ну, может быть, не дошли через их представителей на местах, ну, косвенно представители. И поэтому охотпользователь считает, что гармонизация проведена с отрицательным знаком. У нас другая позиция, поэтому здесь надо еще смотреть на информированность. Ну, и то, что противоречие в законодательстве, сегодня это звучало ярко. Что касается того, что для меня сегодня было новое, это вопросы охоты на территории особо охраняемых природных территорий. Никогда у нас до этого они не звучали на площадках, насколько я знаю, никогда этот вопрос не поднимался. Я оставлю свое мнение при себе, но действительно нам сегодня докладчик наш наглядно показал, насколько законодательство этот вопрос не урегулировало. Сказав в одном случае А, оно не сказало весь остаток алфавита. И в результате они хватаются за этот пункт А и так далее и тому подобное. То есть поле деятельности обширное, огромное. Но я еще раз хочу поблагодарить организаторов, потому что для меня это некая возможность все-таки прорыва в охотничьем законодательстве и выхода на какие-то удобоваримые, понятные абсолютно всем игрокам на поле правила игры. Ну а нам надо совместно работать, и сегодня, кстати, это звучало печально то, что министерство не дорабатывает по поводу площадки для экспертов. И те вещи, которые звучат на форумах, в Государственной Думе, а по логике они там не должны звучать. Они должны на площадке родного министерства быть отработанными. Конечно, у специалистов разный опыт работы, разная информированность, разные понятия, разные школы. Но пусть эксперты договариваются на берегу. А у нас получается, мы уже поплыли и начинаем выяснять, кто как думает и куда мы уходим. Поэтому удачи всем нам. Вам еще раз большое спасибо. Если я что-то не упомянула, все равно у нас еще 14 сентября впереди, и мы готовы к конструктивной работе. Я считаю, что это самое главное. Спасибо большое, Татьяна Сергеевна. Я хотел обратить коллеги внимание еще на один факт, что у нас теперь департамент в министерстве, который возглавляет Андрей Николаевич Гребенников, он одновременно занимается и лесными ресурсами, и охотничьим хозяйством. И хотя разные были точки зрения относительно вот такого вот шага, на мой взгляд, это положительное на этом этапе, во всяком случае, такое явление, потому что действительно противоречие на сегодняшний день между лесным законодательством и охотничьим, труд-прудий, что называется. Поэтому сейчас на одной площадке, и Андрей Николаевич все время с нами, Иван Владимирович тоже, Валентик, так сказать, постоянно участвует активно на площадке и является одним из инициаторов этого форума. Поэтому это как раз путь к тому, чтобы, так сказать, комплексно решить вот эти проблемы. Продолжение следует...